Почему в Торе есть смертная казнь? В Торе мы действительно находим возможность наказания смертной казнью за некоторые очень тяжелые грехи, но Равмойща Фанчтон обусловил использование смертной казни многими-многими факторами. Первое. Судьи должны быть очень чистые и объективные. Второе. Человек должен совершить это злодеяние абсолютно сознательно, непосредственно после предупреждения о запрете. И он говорит, да, я знаю, запрет Торы существует, но я его все равно делаю. Это практически нереально. И еще нужно обязательно присутствие двух свидетелей, которые видят совершение этого преступления. Поэтому, говорит Равмойща Фанчтон, это практически неприменимый закон и практически в еврейских судах его не было. На протяжении многих тысяч лет, двух тысяч лет после того, как у нас нет еврейского санедрина, суда, нет понятия смертной казни. Но при этом евреи в своих общинах не нарушали практически те законы, за которых полагается смертная казнь. Почему же, все-таки, Тора говорит о возможности смертной казни, говорит Равм Фанчтон, потому что она хочет сказать, есть действия, которые противоречат смыслу жизни человека. И человек должен понимать, нарушая этот запрет, он как бы наступает на горло собственной жизни. И это является останавливающим фактором для любого осознающего это человека. Поэтому смертная казнь в Торе не для применения направо и налево, и не для массовых казней, а только как сдерживающий фактор для любого человека, который боится Бога.